Всех приветствую! Меня зовут Лилия Донскова. Я партнер компании Siberian Wellness. Работаю в компании год и два месяца, уже третий месяц идет. И сейчас я нахожусь в ранге Sapphire Business Leader. И сегодня у нас будет с вами необычная встреча. Я решила сделать что-то такое эксклюзивное. Я люблю всегда, чтобы было не похоже одно на другое. И каждая встреча, она всегда уникальна. И у нас сегодня с вами будет в гостях один эксперт. Но прежде чем я ее приглашу, один эксперт, одна, я бы сказала, звезда нашей команды. Но прежде чем я ее приглашу, я хочу рассказать вам одну историю про коробочку. Да, вот у меня в руках обычная коробочка. Наверняка у вас дома таких очень много. И зачастую такие вот коробочки, они летят куда-то там в мусорку. Но смотрите, если мы возьмем такую коробочку и бросим в нее, например, огрызок от яблока, что это будет? Это будет мусорка. Правильно? А если мы в эту коробочку положим колечко с бриллиантиком, то что это уже будет? Это уже будет не просто коробочка, это будет шкатулка. И вы знаете, каждый из вас это тот человек, который берет свою жизнь и делает с ней что-то хорошее. Вы можете сделать из этой жизни, как в первом примере, бросила огрызок, это мусорка. Либо вы наполняете себя новыми знаниями, опытом, компетенциями. Вы набиваете шишки, да, вы падаете. Порой хочется все бросить, руки опускаются. Но вы продолжаете идти. И тогда вы из своей жизни делаете действительно что-то очень хорошее. И являетесь не просто примером для других людей, что так можно, так можно тоже. А вы являетесь в первую очередь для себя самой большой ценностью для себя и для своей семьи. И сегодня я приглашаю на эту нашу с вами сцену очень уникальную девушку. Я с ней познакомилась в Узбекистане. Когда я пришла в команду, и сразу случилась поездка в Узбекистан, где мы более тесно познакомились, и я узнала ее с такой стороны, что это просто уникум. Почему-то я думала, что раз она уже в лидерской позиции, значит, она всегда изначально была какая-то там крутышка, пришла уже давно с опытом. Но оказалось, что это не так. И поэтому сейчас я хочу провести такой блиц-опрос, коротенький. Я надеюсь, мы уложимся прям в короткое время, минут 15-20, где я задам некоторые вопросы, может быть, какие-то нестандартные, для того, чтобы каждый из вас, сидя сейчас за монитором или за экраном своего телефона и слушая эту встречу, чтобы каждый из вас унес что-то в сердце, такое ценное, чтобы вы поняли, что с вами все ок, что вы тоже можете быстро расти, быстро меняться, проживать трансформации не годами, а сокращать время, время, когда вы станете экспертом, лидером и женщиной, которая сделала себя сама. И я сейчас приглашаю сюда нашу автоледи. Совсем недавно весь чат шумел, и да, мы просто были в восторге, аплодировали тебе. Диляра, выходи. Это Диляра Серебрякова. Привет! Привет, красавица! Мы тебя еще раз поздравляем с получением такого крутого подарка, который ты сама себе сделала в преддверии 8 марта. И это действительно гордость. Мы тобой гордимся. Я уверена, что тобой гордится твоя семья. И ты сама. Есть такое? Да, есть. Присутствует. Ну, реально, ты очень крутая. И я сейчас предлагаю нам с тобой прямо, знаешь, пообщаться в таком формате. Видела, может быть, такие есть передачи, когда задают вопросы, там идет отсчет 30 секунд, чтобы успела ответить. Круто, нет? Я упомоюсь. На самом деле, я думаю, тебе понравится. Не знаю, какие игры, так-то, ну, не знаю, что ты смотришь, а можешь знать, что-нибудь такое. Ага, все, хорошо. Ребята, вы можете в чате написать, хорошо ли нас слышно, видно, чтобы мы уже поняли, да, что мы не просто так друг с другом разговариваем, а можете поставить какой-нибудь плюсик там, что да, вас видно, вас слышно. Угу. Ну что, поехали. Диляра, смотри, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, до того, как ты пришла в компанию Siberian Wellness, у тебя был уже опыт в сетевом маркетинге? Два года я была в компании Replay. Результат был? Нет, не было команды и не было клиентов. Ну, не было. Угу. Угу. Окей, то есть был небольшой опыт, но результата не было. Сколько ты времени уже с компанией Siberian Wellness? Пятый год. Сколько? Пятый год. Пятый год. То есть четыре полные года. Четыре года. Четыре года в компании Siberian Wellness. Ребята, фиксируйте это место. Смотри, вот когда ты пришла в компанию, мы это определяем как точка А. Да, точка отсчета. Есть у нас такая линия времени, вот это четыре года. Точка А – это какая ты пришла? Вот тут вот твои навыки, опыт, компетенция, ресурсы, да, которые ты наработала. И вот скажи, что было в этой точке А? Вот какая ты была? Попробуй вспомнить. Ну, я вообще пришла, Игорь, я пришла в шейфовом новичком. Ну, я даже не понимала, даже если я была два года в сетевом, но я пришла и не было понятия, насколько этот бизнес серьезный, вообще что это за бизнес, как с ним правильно работать. Не было у нас обучения, то есть как, куда идти, как привлекать, что делать, вообще в каком направлении двигаться. То есть я не понимала, что мне делать. Вообще я пришла, я вообще, я вообще ничего не знаю, даже видео не могла создавать. Я даже не знаю каких приложений, даже если начнем с этого. То есть я вообще ничего не знала. Какие у тебя были ресурсы человеческие? Смотри, если, да, мы говорим о том, что некоторые люди приходят в команду, и у них уже есть наработанный опыт и доверие, дружба, люди уже готовы идти за ними в огонь и в воду, да? У тебя были люди, которых ты могла сразу так сказать, ты, 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 идем со мной? То есть не было, то есть практически можно сказать ноль. То есть у тебя, получается, точка А? Ага. Без партнеров, и не было никаких даже таких людей на горизонте, которые бы могли пойти. Не было. Не было. То есть какой-то день я шла одна. Хорошо. Скажи, сколько времени прошло вот с момента старта в компании до первого результата, когда вот реально пошли люди, начался товарооборот, хотя бы БТ-1000? Вот сколько времени прошло до этого ранга? БТ-1000 я открыла через два месяца, что ли вроде бы. А потом какой был рост? Потом, сейчас я точно не помню, ну, не то же, сколько времени прошло, прям, может быть, ну, год, не год, конечно, прошло, я вот 2500 открыла и долго была вот на 2500 прям. Долго. Давай тогда такой вопрос тебе зададим, коварный. А как ты так быстро сделала БТ-1000? Ведь у тебя не было опыта, знаний, даже никаких программок, у тебя не было людей, кого бы ты могла позвать. А ведь БТ-1000 – это товарооборот 40 тысяч рублей. Это не просто так, да, вышла там сумка и продала магния каждому, да, встречному. Как ты это сделала? Ну, это вот клиентский час работал. Я работала тогда прям, ну, сейчас работаем, тогда прям плотно, прям на этом был акцент на клиентах. Откуда люди? Откуда люди клиентские? Все почти знакомые. Ну, то есть кто-то разрослый, кто-то знакомый, кто-то из деревни, то есть вот все теплый круг. То есть вот на этом я сделала 1000 баллов. То есть они в клиентский чат согласились идти, а в команду ты их не звала? В команду нет. Тогда нет. Сколько человек у тебя было в клиентском чате, вот если помнишь, что эти первые, первые месяцы? Ну, человек может 70. Ого! Это у тебя 70 человек, и ты говоришь, у тебя не было ресурсов, кого позвать, с кем работать. Сейчас ты нам не договариваешься. Нет, просто тогда не было какой-то вот, я не знаю, то ли, может, уверенности не хватало, может, или я не знаю, чего. Ну, чего-то, видать, не дохватило, что я тогда предлагала людям в чате. То есть через продукт легче было зайти? Да. Предложить продукт легче. Слушай, как интересно. Хорошо. И потом ты зависла на год на уровне 2,500 примерно, да? А как? Да. А как потом, как же случилось, что ты вышла на профи и выиграла программу путешествий? В феврале 22-го года ко мне пришла в команду Татьяна Ломахина, сегодняшний профиль, вот, 22-го года. И я, получается, в 22-м году в декабре открыла 10 тысяч, ну, вот, благодаря тоже, как бы, ее команде и росту ее. И уже летом, да, в августе уже профиль, ну, вот, благодаря росту. Скажи, вот этот вот период, вот, первый год, я так понимаю, это был год становления, год, когда, да, качели там, получается, не получается, медленный, да, рост идет или даже стагнация какая-то. Вот были ли у тебя моменты, когда ты, знаешь, вот, как это называется, руки опустились, бросить хочется, или там, знаешь, вот это, ой, наверное, у меня ничего не получится. То есть было ли желание слиться? Слиться нет, но было, допустим, не было желания, допустим, бросить, но было такое, что, ну, допустим, не получается что-то. У меня, вот, я вообще пришла за обучением, я, мне кажется, с первого года полтора я просто училась, 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 что-то там, то обучение, второе, третье. И первый год, получается, я вот, такой еще не был, не первый, и второй, возможно, год, что я пишу, пишу, пишу людям, пишу клиентам, зову партнеров, пишу посты. Ну, а отдачи никакой как будто бы нет, понимаешь, пишу, делаю, делаю, делаю. А где, я думаю, вот это вот, где обратно вот это вот? Ну, оказывается, это вот, это вот сейчас все идет, все возвращается. То есть это было накопление? Ну, да, я думаю, да, вот я потому что, я делала, вроде бы делаю, вот думаю, делаю же, ну, почему не получается делаю, но заработала, все заработала. Угу. Да, он начал работать, и когда, он у меня четыре года стоял, то есть четыре года контакт у меня не работал, ну, на меня, я писала, я его беду, потому что мне нравится его вести, возможно, не по контент-плану, просто как я чувствую, вот, но никто оттуда ко мне не приходил, и только буквально полгода назад начали приходить люди, которые меня знают, которые, возможно, рядом со мной живут, и вот эти люди, они вот, я не знаю, вот четыре года прошло, и вот они сейчас, вот они ведут чаты, работают. Скажи, что тебе помогло не бросить? Вот это самый интересный вопрос, ведь многие люди уходят, ты знаешь, такое чувство, что вот делаю, 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 а потом, блин, у меня это не мое, и бросают. Что тебе помогло не бросить? Ну, я думаю, что это в характере, наверное, ну, довести до конца начатое дело. И, может быть, какая-то вот упертость или упрямость, потому что мне муж говорил, ну, я говорю, тебе, говорит, не надоело? Он видит, что я делаю год, проходит два, проходит. Тебе, говорит, не надоело? Ну, что, вот делаешь вроде бы, да, вроде там, ну, 15 тысяч там зарплат. Ну, я просто, я не знаю, то есть, как бы, вот. Вот как-то в характере, видать, доказать, возможно, еще доказать. Доказать, доказать кому-то, людям, что у меня здесь получится, потому что многие говорили, ну, где же твой автомобиль, или там, вы, знаете, подстегивали. И мне прям хотелось, вот, я говорю, вы меня, обо мне еще услышите. Я вот так говорила, и я не могла отступить. Записывайте фразу, вы обо мне еще услышите. Я хотела тебя спросить про семью, как семья реагировала на сетевой, потому что, знаешь, наверняка у тебя же большая команда, что не всех люди поддерживают семью, домочадцы иногда даже, даже вредят, даже, да, прям вот выдвигают ультиматумы, манипулируют, ставят перед выбором. Я или сетевой? У тебя как было? Нет, такого не было. Как бы, в принципе, как бы муж никогда не, ну, не гнал на работу, там, иди работай, иди работай. И благодаря тому, что он мог содержать семью, я могла заниматься сетевым, то есть, ну, то есть, не работать найми, могла вот это вот разогнать. То есть, пока ты пройдешь, ну, как бы до уровня, да, какого-то, он у меня развозил заказы, забирал заказы, то есть, нормально, ну, они могут... То есть, это поддержка. Да, мужчина, они могут что-то сказать, ну, это так, знаешь, такое, ну, сказал там, а нет, он все равно, как бы, нормально реагирует, нормально принимает, сейчас тем более, сейчас еще всем рассказывает. Да, 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 да. Ну, я хочу, делаю. Девочки, привет! А можно я вклинюсь? Ну, может быть, в конце? Я просто в тему про работу, про то, что про мужа, про работу, ты спрашивала у Диляра, почему вот так долго там застряла на одном месте, не получалось там какого-то прорыва, про мужа поддерживать, не поддерживать. Вот Диляра сейчас сказала, да, что комфортно, муж поддерживает, на работу не гонит, все хорошо, и Диляра, может быть, забыла такой момент, а я его почему-то сейчас вспомнила резко. Был момент, когда Диляра вышла на доход примерно 12 тысяч рублей, уволилась с найма, и она уже дома была, дома совмещала, ну, семью и сетевой совмещала, и она как раз-таки тогда застряла и перестала расти, и я много разговаривала с Дилярой, и я помню, что она мне честно в какой-то момент призналась, что на самом деле она сетевому бизнесу немного-то уделяет времени, то есть когда она уволилась с найма, она, получается, осталась дома, а дома готовка, уборка, многодетная мама, и она прям погрузилась в семью, вот в эту семейную бытовуху, и она вроде как говорила, да я работаю, да я делаю, а потом в какой-то момент призналась, ну да, что вообще-то я сетевому уделяю время по остаточному принципу, и она вот попала в такую ловушку, что она дома, и она резко стала мамой, мамой, женой, хозяйкой, а на бизнес было времени совсем чуть-чуть-чуть-чуть, помнишь, Диляр? Сейчас вспоминаешь? Да, вот, и потом только вот когда, и причем это было очень долгое время, и вот только когда ты переключилась и действительно сказала, что да, точно, я же как бы в сетевом, я же, у меня же бизнес, у меня же работа, и вот когда, мне кажется, это поставила сетевое, ну вот, может быть, не на первое место, но, по крайней мере, там может быть как-то баланс какой-то, да, семья-работа, вот тогда, мне кажется, пошел прорыв. Все, я влезла, я отключаюсь, ладно, но просто прям вспомнила этот момент, как это было. Да, вот это я и хочу из тебя вытащить, почему ты, да, застряла, и почему ты все-таки не бросила и шла вперед? Ну, я говорю, вперед шла, потому что вот почему-то вот сейчас вот сижу и думаю, скорее всего, наверное, это, я говорю, характер, и то, что вот доказать, что, наверное, все-таки я хотела, что у меня здесь получится, что я здесь не зря столько времени работаю и уделяю время. Наверное, на первом месте стоит вот это вот доказать, может, близким и не близким, вот, что я здесь смогу. А тогда, да, я была дома, я уволилась, и у меня пошла расфокусировка. Я о чем хочу сказать, например, бывает у партнеров, я об этом говорила на планерке, но бывает, например, заболел ребенок, где-то, может быть, недомогает родители. Ну, я вообще говорю, ну, вот, по крайней мере, это у меня так, что-то родители там простыли даже, да, что-то еще там, давление поднялось, что-то у кого-то произошло, и я раньше вообще вот, я все, у меня сетевой уходил просто-напросто, ребенок заболел, все, сетевого нет, он где-то там, короче, я тут все с ребенком. А сейчас у меня такого нет, и я понимаю, что я с деньгами-то чувствую себя намного увереннее, эта работа мне нужна, эти деньги мне нужны, в первую очередь для того, чтобы помочь тем же родителям в какой-то ситуации, детям помочь. То есть, я не должна его опускать, то есть, и ставить на приоритет, но нет, ну, не в смысле, что я там не ставлю приоритет, и что ребенок заболел, и я его не смотрю, нет, ну, я не должна это бросать. Это, они как бы вот связаны все равно, то есть, тем самым я могу помочь, что-то взять, что-то приобрести, и что-то, ну, вот этот момент как бы был, а сейчас нет, то есть, что бы ни произошло, огород у вас там, садите помидоры, не надо к сетевой куда-то вот бросать, вот фокус держать надо постоянно, то все равно надо выполнять те действия, которые вы выполняли и раньше. То есть, вот у меня вот такое было. А потом я устроилась еще раз в найм, у меня был такой момент на три месяца, скажу, и вот там три месяца я проработала в супермаркете, я работала кассиром с 8 до 10 вечера, там был женский коллектив, там все вечно, извините, меня ругались, там ворались, вот все жаловались друг на друга. Я оттуда прям Жене записывала голосовой, оно даже есть у нас в переписке, Жене говорит, я не хочу здесь, и вот мне такое ощущение, что вот когда я проработала вот в этом супермаркете, он меня прям добил, и даже, наверное, вот работая там, я сделала больше, чем я не работала когда, потому что он меня подстегивал быстрее уйти оттуда. Вот именно вот этот майм, который меня присутствует. Я хотела все уйти быстрее и быстрее, и он меня заставлял, ну, грубо говоря, делать больше, работать, уделять больше времени. Круто. Ты вообще все правильно говоришь, что иногда нужно себя засунуть в какую-то Ж, чтобы сравнить и понять, для чего тебе нужно здесь развиваться и взять на себя ответственность. А ты помнишь тот момент, когда ты действительно взяла на себя ответственность и приняла, что это не просто сетевое, это не просто хочу-делаю, хочу-не-делаю, а что это дело твоей жизни? Ну да, мне кажется, это даже было, ну, вот, если прям по рангам говорить, даже не на 2 500, наверное, вот где-то вот в ранге 5 тысяч, наверное, мне кажется, уже пришло такое, ну, вот 10 тысяч, это было вообще, когда я ранг получила 10 тысяч, Татьяна говорила, вот, Ломакина говорит, ты изменилась, изменилась вообще твоя вот эта вот какая-то вот энергия, как ты говоришь, может быть, из-за ранга, я не знаю, что, вот, придала, как бы, может быть, какую-то уверенность, вот, ну, Ну да, наверное, вот, начиная где-то с ранга 5 тысяч, наверное, вот примерно уже, потому что, когда я, ну, когда я, в принципе, говорила, вот 2 500 сделаю, и все, я там, я дойду, хоть дохода, потом сделала 5 тысяч, ну, блин, 5 тысяч же сделала, значит, все могу, значит, надо дальше, и вот как-то вот, вот так вот, вот потихоньку-потихоньку и... Круто! Скажи, вот люди, которые составляют костяк твоей команды, это близкие, родственники, подруги, или это люди вообще незнакомые из интернета? Так, тут у меня есть, есть незнакомые, есть, короче, кто пришел с клиента, стал партнером, есть вот незнакомые, есть одноклассница, она работает, вот, и вот недавно вот еще пришли, есть у меня учительница в таком возрасте, ну, как в пенсионном, она работает в школе, вот, где у меня папа работает, и у меня есть девочки пришли, они меня знают, вот они с контакта пришли в последнее время, вот. То есть разные, получается, да? Да, у меня и чужие, и, в смысле, и незнакомые есть, и одноклассница есть, и вот те, которые просто меня знают, что мы живем там рядом, вот, возможно, не общались, но знаем друг друга. Угу, супер. А теперь давай вернемся в начало. Помнишь, мы с тобой стояли в точке А, где ты только пришла в Сабирион Велнос, и сейчас прошло 4 года, и ты сейчас находишься пока, да, вот здесь вот, в этой точке Б, здесь сейчас, сегодня, 15 марта. И вот скажи, а вот та диляра, которая там была, и которая сейчас, что изменилось в тебе, может быть, ты это самочувствуешь, может быть, это тебе говорят люди, какая ты стала, какие ты за это время обрела опыт, знания, компетенции, и что ты вообще, как ты себя сейчас чувствуешь? Я вообще чувствую, что это всё не со мной происходит. Вот, что вот это, как сейчас растёт вообще вот этот товарооборот, вот это всё вот, как будто крушение со мной, я вот раньше думала, 20 тысяч баллов, о боже, это было что-то там, ну, реально такое, но это на самом деле так. А сейчас, когда ты видишь, что у тебя там и за 40 тысяч уже, ну, чувствуешь, что перевалит там нормально, допустим, это прям вот, неужели там я, это мои обороны? То есть тогда ещё было мышление совсем другое, у нас мышление очень сильно меня поменялось за 4 года. Отношение ко всему, сколько я могу зарабатывать, мечтать, о чём я могу мечтать, что я могу себе позволить в этой жизни. Даже отношение с детьми это меняет, потому что меняется мышление, не знаю, ну, как-то вот, ты кто-ли больше понимаешь, ну, по крайней мере, вот у меня. Вот. И, не знаю, поменялось мировоззрение, наверное, по-другому смотрю на мир, то есть, как бы, да, то, чего я хочу, то, как я хочу жить. Что ещё? Ну, вообще, я говорю, я вот сегодня ехала и думаю, вот еду в машине прямо кайфую, думаю, ну,ужели это вот я такая, ну, всё равно, как бы, начала, как бы, это создавать сюда команду, всё это пошло. И я сейчас уверенная, я могу работать с командой, я знаю, что мне делать, как мне работать. И вот Аня с Женей, они мне помогли и помогают домопартнёрам относиться к сетевому серьёзно, потому что раньше я относилась как, как говорили раньше, бизнес-реги, да, встала там, кофе попила и всё, я уже крутая там, ну, там такая душа приняла красиво, всё хорошо, сториз выложила. Ну, вот, вот так вот у меня, типа, как работа была. Они сделали, они говорили, с чего это серьёзный бизнес, относиться к этому как к работе, как к работе, как к работе, то есть, это тоже работа, надо уделять тоже время, потому что, ну, ты же в найме тоже работаешь, ты же там не сидишь просто так, всё на какое-то время отработала, ты получила. То есть, вот, вот это всё вот привело к тому, что вот какая я сейчас. Ну, я считаю, что я изменилась внутренняя, уверенность моя, я не знаю, там, общение с теми же, говорю, партнёрами, как я общаюсь, как строить команду, то есть, это всё вот потихоньку, 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 потихоньку в опыту. Круто. И у меня к тебе последний вопрос. Вот представь, что у тебя сейчас есть возможность встретиться с той дилярой, которая в точке А, и передать ей какое-то, знаешь, напутствие, да, что-то, ну, наставление дать, что-то ей сказать, чтобы она, да, вот, может быть, там, побыстрее побежала, да, или что-то. Что бы ты ей сказала, вот, той начинающей диляре четыре года назад? Что бы я сказала? Ну, наверное, сказала бы, что знаешь, что у тебя всё получится, держи фокус на своих целях, на мечтах, может, если какая-то, да, там была тогда. Ты всё сумеешь, ты всё умеешь. Что ещё можно сказать? Может, дашь ей какой-нибудь секретный ключ к успеху? Так, что можно сказать ещё? Копи в сетевом и выходи в найм. Приложи усилия здесь, то есть в этом бизнесе, как мне говорила всегда Женя, лучше здесь приложить усилия, здесь прикладывайте и здесь бомбитесь. Вот. Ты не знаешь, что я ещё могу сказать? Подумай, кстати, над этим, почему этот вопрос очень важный, потому что сейчас ты тоже находишься в точке А, и предстоит какой-то новый путь, новый маршрут, да, новые цели стоят. И вот можно же, да, как бы предвидеть, предвидеть, да, что-то, где можно больше вложить усилий, где можно, да, не тормозить, где можно выбрать, да, выбирать, всегда говорить «да», брать на себя больше ответственности, может быть, да, масштабироваться активнее. Вот подумай об этом, и сейчас как раз ключевой вопрос, а какие у тебя планы на 24-й год? Что ты хочешь, какой ты хочешь себе подарок Новому году сделать? Я хочу, ну, это как минимум открыть бизнес-лидера. Наверное, ещё как минимум-минимум открыть Сапфир. Очень хочется прям вот. Ну, я вообще почему-то себя вижу, вот я Женя говорила тоже, почему-то у меня лидер из Сапфир выпадает, и у меня сразу Руби такой стоит, что я Руби. Не знаю, почему, ну, вот, в мыслях так. А так, конечно, я очень хочу открыть лидера, хочу прям усилить свою первую линию, партнёров много, чтобы у меня было, чтобы мои партнёры выросли, над чем мы сейчас работаем, над планами каждого партнёра, каждому, чтобы каждый рос, хочется, чтобы они получали хорошие доходы, вот, выиграть путешествия в Сербию, вот, полететь, да. Ну, вот, планы вот такие, если касаемо бизнеса. Круто. Ну, и, наверное, вот, чтобы у меня был 1150, как минимум. Отлично. Спасибо тебе огромное за эту встречу, смотри, мы прям, ну, 30 минут и готовы. Ребят, у кого есть вопросы, вы можете сейчас, да, мой открытый микрофон сделаем, и буквально 3-5 минуток какой-то вопрос для Диляра. Если он есть. Смелее. Девочки, здравствуйте всем. Привет. Девочки, у меня вопросов нет, я хочу выразить огромную вам благодарность за вот такой блиц-опрос, сегодня смотрела, радовалась, и вообще в такое настроение подняли, девчонки. Очень понравился такой формат общения, мне кажется, надо вводить в нашу команду, потому что это такое необыкновенное какой-то вот рассказ идет, мне очень понравилось, поэтому благодарю вас обеих, это было очень позитивно и познавательно. Спасибо вам, девочки. Спасибо огромное. Неподготовленное, я тоже считаю, что прям как это заставляет мозг. Волновалась? 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 Обратная связь, это очень ценно всегда, когда вы где-то присутствуете, да, дать обратную связь. То есть вы себе таким образом… Да. Делярочка, вот для меня, честно говорю, ты как пример упорства, вот такого стремления вперед, я наблюдаю за тобой давно, мы уже друг друга знаем, виделись, да, но вот именно это стремление в тебе, вот это вот непобедимое желание достичь своей цели, она воодушевляет. Я вот честно говорю, девчонки, спасибо вам огромное за сегодняшний формат планерки, я уверена, что ваша история, история Деляры, многих наших партнеров подвинет именно на то, чтобы не сдаваться, потому что многие люди в какой-то определенный момент начинают ломаться. У меня в моей жизни тоже, да, в истории бизнеса, я тоже застряла на две с половиной, я полгода сидела на две с половиной, просто не могла сдвинуться. И сейчас смотрю, что мои партнеры точно так же застревают именно, она какая-то заколдованная эта две с половиной у всех, понимаете? И просто, вот просто надо делать, несмотря ни на что, не думать, сколько ты будешь зарабатывать, не думать, что ты будешь иметь, да, от своих партнеров, от своих клиентов, просто тупо делать. Делать и не сдаваться. Деляра, вот огромное вам спасибо, девочки. Спасибо. Спасибо, спасибо. Помните, да, про шкатулку вначале я вам рассказывала? Вот чем вы наполняете себя, то и будет на выходе. Кто ещё хочет сказать? Всем привет. Можно я расскажу свои эмоции, когда меня Деляра пригласила? Чувство, конечно, такое двоюродное было, думаю, блин, такое не может быть, и в то же время, вот, мы, кстати, с Делярой, так скажем, родственники, она моя двоюродная тётя, и мы оказались так, ну, не маленько в разных ветках. И я шла и думаю, блин, ну, вот же, вот же люди, вот так же, я так же с деревни, и вот люди получают, значит, всё возможно. Главное просто верить, действовать и идти к своим целям. Спасибо вам за такой эфир, я опять все вспомнила эмоции, и идём вперёд. Круто, спасибо тебе огромное. У нас ещё Татьяна Кривоносова взяла микрофон, Таня же говорится. А, ну давай, Татьяна, потом я. Всем привет, привет. Я безумно рада, что у меня такой наставник, как Деляра. Я вот до сих пор радуюсь с того момента, когда увидела, когда она получила машину. Для меня это вообще, это был такой шок. Я всем рассказывала, я всем показывала, какая у нас классная команда, чего мы можем добиться, чего мы можем достичь. И вот до сих пор я пребываю просто в такой эйфории, как будто бы я сама всё это пережила, все эти эмоции, все эти чувства. Я прям безумно рада за неё и очень горжусь, что я у неё в команде. Круто. Это тебе, Деляра, представляешь, скольким людям ты показала этот свет, путь, да, подсветила дорогу, куда идти. Потому что столько людей, вот правильно Женя пишет, выходит на 2,500 и доход примерно 20 тысяч. И для многих, это почему остановка? Потому что это примерно, да, как хороший дополнительный доход к основной работе. Это, да, какой-то уже так ограничитель. Ну и уже неплохо, я же хотела дополнительный доход, и люди застревают. А ты показываешь, что дальше дорога есть. Здорово. Всем привет. Да, девочки, благодарю вас за такой классный, полезный эфир. До этого я смотрела в нашем рабочем, да, в канале оповещения эфир Деляры. И хочу выразить слова восхищения вообще её истории, её такому упорству, да, такому настрою. И, вы знаете, я вот ни один эфир не пропускаю, смотрю в основном в записях, не получается иногда вот прям в прямом эфире смотреть. И я каждую историю, знаете, прям себе наматываю, наматываю. И это помогает, вот каждая история помогает рекрутировать нам. Допустим, ситуации такие у человека, которого я рекрутирую, ну, похожие, допустим. Вот как Деляра, да, я привожу пример уже в рекрутинге. Твой пример, Деляра, то, что ты из посёлка, да, что вот ты состоялась уже у нас в сибирском здоровье. И вот так вот, это вот такие вот полезные эфиры, хочу сказать, потому что каждый пример достоин быть, и он помогает нам в рекрутинге, и помогает принять решение тому человеку, с которым мы общаемся, да, чтобы зайти в нашу команду, попробовать тут. Вот, это, скажу, прям вау, эффект, работают истории, они очень классно работают. Спасибо большое вам, девочки. Спасибо. Спасибо. Да, это бизнес истории, всё правильно. Круто. Спасибо тебе огромное, Деляра. Кто-то ещё говорит. Говорите. Да, здравствуйте, девочки. У меня вопрос к Деляре. Деляра, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, у вас точка А была такая нулевая, да, не было особо там партнёров, не было какого-то такого опыта. Из партнёров, не из партнёров, а из клиентов, в клиентский чат вы там добавляли только родственников. А скажите, пожалуйста, своих вот настоящих первых бизнес-партнёров вы где взяли, где вы их нашли? Это был холодный рынок или это всё-таки же родственники к вам присмотрелись и присоединились как партнёры? Или если это холодный, расскажите, пожалуйста, каким методом вы их нашли и как они добавились к вам в команду? Ой, а можно я скажу? Я с холодного рынка. Можно, да? Говори. Вот я живой пример, я пришла с холодного рынка, пришла чисто по рекламе в Вайбере. Вот, я написала Деляре, она мне вкратце объяснила, что надо делать вообще, что это за компания, и всё. И я сама изучила, сама посмотрела, мне буквально три дня понадобилось. На три дня я замолчала, потом Деляра мне написала, вы передумали, вы не отвечаете. И меня тут как-то вот перемкнуло, что ли, щёлкнуло. Я сказала, нет, я буду. Я буду, я сначала с клиентом, потом перешла в партнёры, и всё, я так и осталась. Пришла я в июне 2023 года. Извините, что перебила. Ничего. Да, у меня... Очень классно, вот ответ на вопрос. Да, пришли, у меня нет, вот, вначале у меня одноклассница пришла, пришла ещё, вот, родственница мужа, как бы тоже изначально. Вот, я вот так начала. Так, да, я, у меня нет какого-то определённого метода работы, я работаю везде, в ВКонтакте, в рекламе. В основном, это реклама в Вайбере. Вот, оттуда у меня пришла и вот Татьяна Кривоносова, и Алимира Мамадалиева, у меня Татьяна Ломакина, мой бизнес-профи тоже. Вот, они из Вайбера все пришли, партнёры. Диля, никогда ещё такой вопрос, вот, да, по поводу работы с холодным рынком в чатах в Вайбере. Текст рассылки, вы рассылаете именно приглашение на работу, то есть на сотрудничество, или это просто такой информационный текст по поводу, как бы, компании «Сибирское здоровье»? Можете поделиться? Да, нет, это мой, изначально, это был, ну, изначально я сама писала, и я изначально не писала, что это «Сибирское здоровье», просто писала, что это работа. Сейчас это мой пост закреплённый, в ВКонтакте есть пост закреплённый, вот я его фотографии с доходом рассылает, получается, человек, то есть это платная реклама, и всё, и вот он рассылает. Там написано... В личку? Сейчас, а? В личку? В личку рассылает людям? Нет, по группам, группу. А, по группам. Да, по всем городам, и там у меня открыто сейчас всё написано, то есть я там была, стала, это «Сибирская», это «Сибирская», это «Сибирская компания», то есть я сейчас пишу уже всё открыто, то есть вот как есть. И кому вот это вот нравится, то считает всё равно человек, что это сетевая, а это бывает же потом скажут, что сетевая, кто-то может сказать «ну, нет, не хочу». Тут всё открыто, и кто хочет, тот уже пишет. Я тоже за открытость. Да, как бы... Чтобы так, да, это вот как воронка. Люди увидели работу, хоп, сто человек, вот каждому объясняют, а не «фу, сетевой» нет. А если человек видит «Сетевой», «Сибирское здоровье», «Конкретика», и он уже осознанно приходит, и он уже готов зарегистрироваться, он готов обучаться, готов действовать и делать покупки. То есть такие люди очень редко сливаются, потому что они приходят осознанно. Давайте финалиться. Да, а то мы хотели 15-20 минут, а уже два раза больше. Спасибо вам всем за обратную связь. Ляр, тебе спасибо за открытость, за то, что ты, да, первая у нас звёздочка вышла в эфир. Я думаю, мы будем продолжать это. Я вас прошу, напишите просто в чате, вот кто посмотрит запись или кто-то, да, сейчас присутствует. Напишите просто обратную связь. Вы можете написать вопросы, а можете написать даже какие-то пожелания, кого бы вы хотели увидеть на таком вот интервью, да, Блиц-интервью, и, да, чтобы вам было интересно про какого-то человека узнать больше. Всё, пока, всем отличного дня, мощного роста, и помните, да, что вы крутые, вы можете всё абсолютно. Спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok